Всем привет! С вами Игорь. Сегодня в этом видео мы будем считать коэффициент эффективности вот такого самодельного теплового насоса. В прошлом видео мы увидели, посчитали и фактически увидели, какую мощность потребляет такой вот тепловой насос. Кто не видел, посмотрите. А в этом видео мы будем считать, какую такой вот тепловой насос выдает мощность, тепловую мощность. Потом, знаючи, которую он выдает мощность, тепловую и потребленную электрическую, мы можем вот эту вот выданную мощность разделить на потребленную и узнать коэффициент эффективности. То есть, сколько раз... Не, наверное, надо объяснить, что такое коэффициент эффективности. Что кто-то может не знать. Ладненько, сейчас объясним. Я это рассказывал в первой части. По-моему, в первой части самое дешевое отопление. Так что, кто не видел, смотрите серию видео. Там, как сделать такой вот тепловой насос, я довольно подробно объясняю. Что такое коэффициент эффективности? Это соотношение потребленной электрической энергии, мощности в киловаттах и выданной тепловой мощности тоже в киловаттах. Ну, как вы знаете, любую энергию, любую мощность можно перевести в киловатт. Вот. И таким образом мы узнаем, какой же коэффициент эффективности у данного теплового насоса. Как мы будем считать тепловую мощность? Я думал долго, как ее посчитать, и решил посчитать по испарителю. Ну, что по конденсатору считать было бы не точно, и там вышли бы такие совсем неправильные выводы. Потому что у меня теплоаккумулятор неутепленный, он постоянно отдает тепло. Ну, как там посчитать, я не знаю. Теплощетчика у меня тоже нет. Вот. Покупать ради того, чтобы померить, я ее не собираюсь. Поэтому я видел такое, что считают самодельщики по испарителю. То есть, как ее посчитать. Для этого нам надо знать три параметра. Объем прокачиваемой воды из скважины в скважину в час, сколько прокачивается воды. И разницу температур этой воды. То есть, сколько эта вода входит в испаритель градусов, и сколько она выходит из него. Градусов только. Вот. Знаючи вот такие вот три всего-навсего параметра, мы уже сможем посчитать, сколько мой тепловой насос отбирает тепловой энергии у скважиной воды. Итак, мой тепловой насосик, вот этот насосик, который прокачивает, я ее табличку показывал в прошлом видео, он прокачивает, ну, по табличке 25 литров в минуту. Если 25 литров умножить на 60 минут, то это получается 1500 литров. Но 1500 литров он не прокачивает. Потому что, ну, все вы знаете, как они пишут, это идеальные условия для прокачки. Там вот здесь вот насос стоит, вот здесь бак, с которым он качает, а рядом туда, куда он закачивает, так вот они меряют, это будет 25 литров. Вот, поэтому мне пришлось ее перемерить, эту воду, которую он прокачивает. Ну, я там ведром мерил, там, за сколько секунд, там накачивал, я уже не помню, как, 20 или 30 литров, потом умножал. Ну, короче, у меня получилось почти 1000 литров. Ну, там буквально что-то близ 10 или 20 литров, что-то такое. Ну, разница, да, не 1500, а 1000 только, да? Третью часть меньше. Вот. И еще нам надо знать разницу температур. Вот сейчас я вам покажу их разницу. Вот. Снизу. Вот так вот, наверное. Вот. Это скважина идет скважины, вода, а это уходит, вниз стрелочка. Вот это вверх и вниз. 11,1 и 8,1. Вот. То есть, получается 3 градуса. Ровно 3 градуса у нас разница температур. Между той, что подается вода в скважину и уходит. Теперь мы можем считать. Вот эти параметры у нас уже они есть. Чтобы посчитать. 1000 литров. Так. И еще надо для этого знать. Ну, тут уже есть готовая формула в интернете. Там сколько надо мощности, чтобы нагреть 1000 литров в 1 кубометр на 1 градус. Это, там я на многих сайтах смотрел, там и калькуляторы есть. Короче, получается 1,2 киловатта. Потому что там на одном я встречал там 1,8 пишут. Ой, 1,18 киловатта. Там где-то 1,16, где-то 1,20, там где-то 1,22. Ну, короче, я взял среднюю, как по этих разных сайтах. Короче, получается 1000 литров. Ну, допустим, у нас есть бак на 1000 литров. И чтобы поднять в нем температуру на 1 градус за час, нам надо вставить в него кипятильник литер на 1,2 киловатта мощности. Когда за час он поднимет вот эту температуру этой тысячи литров на 1 градус. То же самое происходит в испарителе. Только наоборот. Мы отбираем эту температуру с каждого куба воды. На 1 градус, да. Но, так как у нас прокачивается через испаритель тоже 1000 литров, но отбирается не 1 градус, а 3 градуса, значит, мы умножаем 3 на 1,2. 1,2 киловатта. У нас получается 3,6. 3,6 киловатта. Отбирает фреон при испарении. Ну, принцип действия я сейчас не буду объяснять. Тоже это я уже начинаю. Там, смотрите, первую часть, самое дешевое отопление. Там вот этот принцип действия, как этот фреон отбирает тепло, там испарение, все такое. Вот. Получается 3,6 киловатта. Я отбираю, мой тепловой насос отбирает у скважинной воды. 3,6 киловатта тепловой энергии. Плюс. К этой мощности надо добавить мощность самого компрессора. Вот. Когда компрессор вот этот работает в кондиционерной установке или в холодильной, эта мощность не добавляется, потому что она нам не нужна. Мы охлаждаем. То есть, это выбрасывается. Конденсатор, он обычно стоит за холодильником или снаружи дома, если кондиционер. То есть, это тепло уходит. В случае же с тепловым насосом, тут это тепло не выбрасывается, потому что как раз нам тепло это и надо. О. Поэтому коэффициенту эффективности тепловых насосов добавляется мощность самого компрессора. Потому что сам компрессор, электродвигатель компрессора, он не имеет ребер, он гладкий снаружи, а охлаждается он изнутри. Изнутри парами фреона, то есть пары фреона, они нагреваются в результате сжатия, самого сжатия, ну, в основном нагреваются по большей части. Но также к этому теплу добавляется тепло трения тех подшипников, самого насосного механизма или компрессорного. Плюс потом эти пары фреона проходят через обмотки электродвигателя, забирают и у них тепло. Вот. Поэтому мощность компрессора добавляется до тепловой мощности наших паров фреона. Оно все, это тепло идет в дом, в конденсатор, в теплоаккумулятор. Вот. Поэтому 3,6, ну, я добавил 0,7, 0,7 кВт, потому что мы смотрели с вами в прошлый раз, там было 0,85, 850 Вт, но я отнял циркуль от этой мощности, хотя циркуль можно было бы не отнимать, потому что циркуль охлаждается, он стоит в системе, и его мотор охлаждается там водяной ротор, вот, можно было бы, ну и отнял. И отнял мощность насоса, который перекачивает скважину в скважину, это 110 Вт, это в прошлом видео я это все показывал. Ну, у меня вышло 0,7 кВт, потребляет компрессор, вот, чисто компрессор. 3,6 кВт, которые мы уже посчитали, мы отбираем с испарителя разводы, добавляем 0,7, у нас получается 4,3 кВт, это вся эта тепловая мощность, которая заходит уже в топ, 4,3 кВт. Теперь, как выяснить этот топ? Очень просто, 4,3 мы делим на 0,85, это 850 Вт от этих, которые потребляет вся моя система, это компрессор, насос, циркуль, все ПТФ. И у меня получился 5,05, ну, 5, грубо говоря, КОП-5. Вот, вот так вот я посчитал. Поэтому, вывод можно сделать такой, что мой тепловой насос выдает, получается, в 5 раз больше тепловой энергии, чем потребляет электрическая. Вот, как-то так. Ну, может, я где-то в расчетах ошибку какую-то допустил, но вроде бы все правильно, я так смотрел, что проверял. Вроде все правильно, если какие-то есть там вопросы, или, может быть, увидели где-то у меня ошибку в расчетах, то скажите, мы это обсудим. Ну, вот, как-то так. Вот такой вот коэффициент эффективности моего, такого вот самодельного насоса. При таких вот температурах, испарения, конденсации, такой коэффициент эффективности. Ладненько. Если какие-то вопросы возникают там, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, будет еще много интересных видео. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok